Террористы, захватившие исправительную колонию номер 19 в Суровикине, записали новое видео. Они заявили, что они мстят за террористов, напавших на Крокус Сити-Холл. После теракта в Крокусе, во всех мигрантских группах распространяется информация о том, что террористы из Крокуса невиновные. Якобы теракт совершили сотрудники ФСБ, а потом задержали невиновных гастарбайтеров в соседней стройке. Очевидно, после такой пропаганды среди мигрантов найдутся тысячи мстителей, и нас ждет целая волна терактов. При этом террористы из исправительной колонии утверждают, что не просили 2 миллиона долларов и вертолет. Один из нападавших утверждает, что у них еще много заложников, однако в кадре их не видно. При этом они готовы поменять раненого заложника на другого. Губернатор Волгоградской области призвал читать и слушать только официальные СМИ. Он также призвал избегать распространения информации о национальности и религиозных убеждениях террористов. Другими словами, если вам что-то не нравится, то вы просто все нацисты. Мы продолжаем следить за ситуацией, поэтому подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. Вот последний пример Крокус-Сити. 145 погибших в Москве. Теракт. Если в советское время за убийство при отечающих обстоятельствах двух и трех лиц могла быть назначена смертная казнь, то вот эти 15 обвиняемых будут получать максимум пожизненное лишение свободы. Это что значит? Трехразовое питание, двухчасовые прогулки. Я себе не могу два часа позволить погулять, у меня нет времени на это. Иногда пообедать успеваю. Медицинский осмотр. Включаясь, стоматолога, не болят ли у него зубки. Поэтому я сторонник смертной казни. Хотя я говорю о гуманизме, я думаю, что будет очень гуманно, когда маньяк убил 70, 80, 100 человек, и он приговорен к высшей мере наказания – расстрелу. Редактор субтитров А.Семкин